В зоне АТО боевики продолжают обстреливать украинские позиции по всем направлениям. За последние сутки в результате вражеских обстрелов ранены четверо наших бойцов. Под огнем провели эти сутки и жители прифронтовых поселков Зайцево и Марьинки. Продолжит Ирина Баглай. На первую ступеньку вот здесь. Вот здесь. Встала меня, а на третьей ступеньке остановилась. Видно воздух или волна, или я знаю. Вот это все кругом поразбила. Елена Ивановна вспоминает, как едва успела добежать до подвала. В этот же момент вражеская мина разнесла ее дом. Теперь женщина ютится в пристройке и старается находиться поближе к укрытию. И не знаем откуда что прилетит. Ложись и не знаешь. Часто приходится в подвал бежать. Днем же пока тишина и ясная погода. Местные жители на огородах для большинства остающихся в селах на линии огня это порой единственный способ прокормиться. Но помимо картошки и зелени Елена Ивановна на своем участке по-прежнему находит килограммы смертоносного железа. Вот эти с усиками, как оно называется, крыло. Много нашли? Сразу забирают ребята. В таком же напряжении живут и южнее. Дом Николая Ивановича фактически на передовой и по-прежнему под прицелом боевиков. Во дворе хвостовики от вражеских мин. Сам дом в отметинах после многочисленных обстрелов наемников. Постреляли с вечера, постреляли, постреляли. Затихло. Затихло. Ну, наверное, перезалежается. Тишина начинается. Опять начинается. Как только вражеский огонь усиливается, муж с женой спускаются в погреб. Третий год. Подземелье для них и спальня, и кухня. Не хватает только буржуки, чтобы согреться. То, что холодно тут, понимаешь, тут же не то. Укрываемся, лежим, выйдем. Только пошли туда, опять сюда. Бега дня, понимаете. Но от шальных пуль и мин боевиков уберечься удается не всегда. Двоих жителей Маринки вчера накрыло осколками от вражеских снарядов, когда они работали на огороде. Обоих мужчин госпитализировали. Ирина Баглая, Андрей Костюк, Виктор Иотко. Из Донецкой области. Подробности. Телеканал Интер. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова